75 тысяч человек гуляли под Харьковом на свадьбе в Малиновке. Фестиваль под таким названием прошел на площадке у одноименного села. Здесь женились и по наружку, и по-настоящему. Аутентичные наряды и свадебные обереги видели мои коллеги. Это и есть та, за которой у королевича сердце болело. И с особой белой, и телом струнка. Только торгуется моя душа. Или она будет добрая господина? Так сватались на слабожанщине в старину. А еще проверяли невесту и жениха. Девушка должна была уметь убрать дом и собрать всю мелочь с пола, чтобы и в жизни не проходила мимо трудовой копейки. А жених забивал гвоздь в тещин порог, чтобы быть желанным гостем. А здесь демонстрируют аутентичные свадебные наряды. В послевоенное время жених шел под венец просто в строевой форме. А о вышитых сорочках должна была позаботиться невеста. Наречена ему и соби сбирала скарб. Такой, который сберегался в скарбе. В скарбе девушка должна была убрать до 16 лет. Если девушка с 16 до 20 лет не выходит замуж, то она возглавляла со второй девушкой. Почему это было так? Потому что длительный год был очень коротким. В современной Малиновке все по-другому. Девушки сами ищут суженных. Здесь брак можно заключить хоть и на сутки. Шуточный. Александр и Наталья тоже под свадебной аркой, хотя и 27 лет в браке. Говорят, рецепты счастливого супружества такие же, как и 100 лет назад. Были на фестивале и настоящее бракосочетание. А среди гостей и губернатор Харьковской области. В целом будет представлено около 200 коллективов, не только национальных, а и международных. Майстер-классы, весельные обряды, спортивные заходы, а также смагания. Это заход объединения людей. Все люди, которые имеют великое сердце, исполнены любовью, любви, любовью, повадью. Собрались сегодня здесь. Чем больше у нас любовь и сердце, тем больше будет добрых справ в государстве. Нас должны объединять и тяжкие часы, и хорошие справы. Как и на настоящих свадьбах гуляли гости до полуночи. Андрей Кровец, Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область.